Корпус Солнечный, гимназии номер 2 и адрес улица Заречная, 3Б. Новое название на образовательной карте городского округа Щелково. 1 сентября здесь двойной праздник, не только День знаний, но и открытие школы. На торжественную линейку в связи с санитарными ограничениями построили только первые и одиннадцатые классы. Поздравить учеников, педагогов и родителей приехал глава городского округа Андрей Булгаков. Потому что это современное здание, современный объект, долгожданный, и было достаточно много рисков, что мы не успели бы его открыть в срок. Но мы сделали все возможное и невозможное, чтобы сегодня, 1 сентября, наши юные первоклашки, наши выпускники и все ученики пошли сегодня в это прекрасное новое здание. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, успехов и больших научных побед. С 1 сентября, с праздником, Щелково! Школу построила компания «Стройтрест-22». Символичный ключ вручил директору Маргарите Силантьевой генеральный директор холдинга СУ-22 Сергей Молнар. А у Андрея Булгакова на память об этом событии останется подарок, сделанный руками учеников – миниатюрный макет школьного здания. И кусочек ленточки, которую перерезали, открывая новую школу. Раз, два, три! 1 сентября в Московской области открылись 16 школ, построенных по программе губернатора. Школу в микрорайоне «Солнечный» особенно ждали. Еще когда заселялся микрорайон, жителям обещали, что она будет. С тех пор прошло больше 20 лет. Так получилось, что на этом месте еще 10 лет назад был вырыт котлован. Но то денег какой-то год не хватило, то снипы поменялись, то еще какие-то проблемы. Но все это позади, и сегодня такая великолепная новая школа открывается в этом микрорайоне. Ее построили за два с небольшим года. Жители из окон домов наблюдали, как подрастало школьное здание. Получилось просторное, современное, на 1100 учеников, оснащенное всем необходимым. Хочу прежде всего сказать огромное спасибо нашей администрации и, конечно, Андрею Алексеевичу за то, что мы все-таки в этом году получили это прекраснейшее новое здание. Не до конца осмотрели школу, но первые впечатления, опять же, очень хорошие, потому что школа большая, школа новая. Здесь очень много добавили площадок спортивных, большой зал, хороший ремонт. Всем довольны, в принципе, весь корпус, все ребята. Новостройка в Солнечном стала вторым корпусом гимназии номер два. С 1 сентября бывшая Щелковская школа номер два получила этот статус. Профиль гуманитарный. Здесь будут углубленно изучать русские и иностранные языки, литературу, историю, общество знания. В сплоченный коллектив школы влились 30 новых педагогов. Либо опытные кадры из других городов, либо молодые специалисты. 2050 учеников распределили в два корпуса. В Заречном остались параллели от А до Е, а в Солнечном все классы начинаются с буквы З. Необычно, конечно. Зато все будут учиться в одну смену в соответствии с указом президента. А еще в этом году учиться придется с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. Новый школьный корпус вполне способен обеспечить особый подход к организации учебного процесса. 15 входов в этом образовательном учреждении, столовая на 400 мест, актовый зал на 400 мест, два больших спортивных зала, площадки спортивные, уличные, позволяют нам максимально развести детишек в разные направления для того, чтобы потоки их не пересекались. Плюс в этой школе, как и везде, каждый класс приходит на учебу в разное время, и за каждым закреплен свой кабинет. Ходить по другим не придется. Педагоги перед началом учебного года сдали тесты на коронавирус и допущены к работе с детьми. Так начался первый учебный год в новой школе. Корпусе Солнечный, гимназии номер два. Возможно, самый необычный учебный год, но это не главное. Пандемии, связанные с ней, ограничения пройдут, а школа, которую так долго ждали жители микрорайона Солнечный, останется на много-много лет. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.